Добрый вечер А дерево, что такое? Листва, корни и ствол. Если корни у дерева обрублены, листва вянет. Мы никак не можем оживить нашу жизнь в России, потому что мы – древо с обрубленными корнями, прежде всего историческими. И поэтому надо желать здравия нашему древу. На моих встречах со зрителями я все чаще обращаюсь к теме нашей истории, наших истоков. И знаете, что удивительно? Я чувствую искренний интерес зала. Врут те, кто утверждают, что хорошо продаются только исторические анекдоты. Учебники по истории, мол, пылятся на полках. Пылятся, потому что в них слишком много лжи. Хотите найти истину? Обратитесь к народной памяти, которая хранит быль в сказаниях, легендах. Я обнаружил удивительные места, где сохранены традиции древних русов. Нашел убедительное доказательство того, что еще до Кирилла и Мефодия у наших предков была своя письменность. Видел языческих идолов, которым поклонялись наши предки. Узнал о календаре славян, который ровесник египетских пирамид. Участвовал в обрядах русов. Слышал песни древних воинов. Я готов поделиться этими находками. И уверяю вас, нет ничего интереснее, чем быль о наших мудрейших славянских предках. Если попытаться представить себе, какими были наши славянские предки, читая первые русские летописи, то получится, что до принятия христианства они были сущими варварами. Жили в землянках, в хижинах из прутиков. Ходили в звериных шкурах. Дети и женщины были общими. Семей не было. Питались чуть ли не сырыми белками, пьявками из болот. Поклонялись каким-то пням. Мало того, что были безграмотные, так еще и говорили невнятно. Один уважаемый летописец прямо написал. Жили звериным образом. Мне кажется, точнее всего. Написал в своем дневнике наш поэтический мудрец Александр Сергеевич Пушкин. Такое впечатление написал он, что наша история пишется для гостиных и гостиных дворов. Самый сложный, наверное, предмет вообще, который существует, это история. Она пишется людьми. А люди высказывают свои отношения. И историю порой можно так давать по-разному. Все зависит от учителя и преподавателя. Дело в том, что первые русские древние летописцы были христианскими монахами, а некоторые из них вообще грехами византийскими. Поэтому нет ничего странного в том, что они старались принизить роль славянских народов по сравнению с Византией. Конечно, наши монахи старались, когда писали летописи, угодить Византии, унизить все, что было на Руси до христианства. Вот только как объяснить тогда, что на Западе земли славянские еще задолго до образования Руси называли землей гордариков, то есть городов. К очень древним временам относятся и появление первых городов на Руси. Конечно, слово «город» употребляется в разных смыслах. Есть, так сказать, смысл ненаучный, есть сугубо научный. В ненаучном, бытовом смысле это, ну, огороженное место. От слова «городить» образуется слово «город». А более научный смысл – это центр ремесла и торговли. Ярые поклонники Византии, христианские монахи, практически уничтожили все наше прошлое. И это беда, что мы в отсутствие своего прошлого поверили. Многим историкам до сих пор даже выгодно получать гранты за то, что у нас не было истории. Наши предки передали нам свою силу, силу жизни, силу живы, для того, чтобы мы жили сейчас в наше время. И каждый внес свою какую-то долю, своей энергии. И когда мы забываем о наших предках, забываем о нашем прошлом, мы фактически отрезаем себя от этого источника силы. Как это ни прискорбно, но и позже из-за лжеисториков мы перечеркивали многие светлые моменты прошлого с приходом нового правителя. Только на моем веку история переписывалась семь раз. Великая страна с непредсказуемым прошлым. Знакомьтесь к покрым экспедициях с русской песней, с русским орнаментом, с русским житьем, бытием. В одно село приехали, и там бабушки нам песню запели там «Орел»-елла, поешь и закрылась. И так дальше начинают распевать, распевать. Но вдруг песня заканчивается, что оказывается этот «Орел» уже закрылый, это наше дорогое личико. Я говорю, бабушки, я говорю, извините, песня точно о ленине? Она говорит, вообще-то о Дмитрии Донском. Он просто председатель попросил, чтобы мы о ленине пели. Будучи студенткой музыкального колледжа, мы изучали и проходили именно песенный фольклор до христианской Руси. Очень многие песни, закликания, всякий плач различный. Именно там, наверное, я почерпнула для себя, что все-таки в язычестве было что-то свое, было что-то очень красивое, очень тонкое, очень душевное. Слава Яриле! Слава Яриле! Если же попытаться понять, каким был наш славянский мир, не по летописной крифте, а по правде, то сложится совсем иная картина. В большинстве своем наши предки были мирными земледельцами, охотниками, рыбаками, собирателями, добытчиками, скотоводами. Жили не в землянках, а в теплых домах. Назывались эти дома избами. Даже само слово «изба» от слова «истопленное». Жили природосообразно, сеяли в правильные солнечные дни, когда земля созрела. Делали это согласно традиции предков. Ни почитание, ни уважение к предкам считалось тяжким грехом. Да, не было у них единого государства, войска, единого правительства. Столицы общей тоже не было. Зачем? Славяне не любили воевать. Они жили по праве, во славу рода. Праздновали особые солнечные дни, водили хороводы, поклонялись солнцу. Разные народы поклонялись примерно одним и тем же солнечным богам, но с разными именами. У одних сварок, у других свинтовит. А богами считали силы природы. Не высеченные из камня, кому поклоняться надо, или из дерева, а силы природы. Вот, например, леший – это сила леса. Пришел в лес, посади дерево, добавь силы лешему. И леший всегда будет твоим покровителем в лесу. Пословицы, песни с тех пор до нас дошли. А еще сочиняли колыбельные, хороводы водили по разным поводам. Сбор урожая, посевная, проводы воинов в поход, наоборот, встреча. А еще воспитывали детишек, следили за хозяйством. Словом, и так работой было вдоволь. Зачем воевать? Главной задачей каждой семьи считали продолжение рода. Не даром именно в славянских языках от слова род и родина, и родня, и родственники, и родители, и природа, и народ. Ни в одном языке больше от слова род нет такой ветви слов, означающих самое главное, что есть в отчизне. А что касается русских, эта культура осталась в быту. Во-первых, понимаете, нищий человек никогда не будет, в отличие, кстати, от европейцев, никогда не будет резать из дерева наличники на окна, поставцы и вот эти все складни. Когда разбирали в тяжах тень, вот наличник оторвут, а там знак солнца. И эти спрашивают у какого-то местного святого старца, а зачем делать под наличником? Люди не видят, он говорит, Бог видит. О, как классно сказано. Русь, она всегда была свободной, она всегда была вольной. На Руси даже до определенного времени вообще не было ни замков, ни ключей. Нам сегодняшним может показаться невероятным, но наши древние предки имели понятие даже о вселенной. Они представляли ее как некую спираль, закрученную по Солнцу, в самом центре которой находится источник света. Вот оно, сворожье кола, солнечный круг. Посмотрите, ну чем не древний коллайдер? Понятия о вселенной, о космосе были, ну простите за современное слово, замоделированные в прялках. Мужское и женское начало. Крутится колесо вечности, и время показывает, и вьется нить жизни. Все дни солнечной праздники можно было увидеть на прялке. Прялка – это древнейший календарь наших мудрых предков. Вот если вглядеться в прялки достаточно старинные, то можно понять, что они не просто разрисованы некими узорами, а в каждой из них достаточно глубокий смысл заложен. И такие календарики-прялки были в каждом доме. Более того, были детские календарики-прялки. И уже ребенок знал, что это означает. Посмотрите, вот тут если посчитать, все посмотреть, здесь будет 365 дней заложено. А теперь еще об одном вранье, что славяне жили звериным образом, не мылись, ходили в шкурах. Андрей Первозванный – апостол, один из любимых учеников Иисуса, еще в начале первого века побывав на землях славянских, удивлялся чистоплотности и бытовой культуре наших предков. Вот как он об этом рассказывал. Удивительное видел я в славянской земле на пути своем. Видел бани деревянные, и разожгут их сильно, и разденутся догола, и обольются квасом кожевиным, и возьмут молодые прутья, и бьют себя сами, и до того себя бьют, что вылезут еле живые, и обольются водою студеную, и так оживут. И, как написано в летописи, его слушали и удивлялись тому, что кто-то на севере моется каждую неделю. Вот так выглядели древние бани наших предков. У римлян тоже, конечно, были бани, но они мылись в массе своей, во-первых, редко, по праздникам, или вернувшись из военного похода, или вообще в бани ходили не для того, чтобы помыться. Я думаю, в благодарность за то, что ученик Иисуса описал древнейшие земли славяно-русов, и была позже Петром I учреждена высочайшая награда «Орден Андрея Первозванного». Этим орденом награждали самых-самых. Им Петр I наградил даже Петра I. То есть самого себя. Порой, конечно, эти ордена попадали каким-то удивительным образом врагам России. Например, награжден был Мазепа. И в это трудно сегодня поверить. Наполеон Бонапарт, а также многие его маршалы. Надо отдать должное нашему царю Петру. Когда Мазепа стал предателем, Петр учредил еще один орден – Орден Иуды. И наградил им Мазепу. Причем орден этот весил более пяти килограмм чистого серебра. И орденоносец должен был его носить на шеи, не снимая. У славян не было эпидемии чумы, которые уничтожили больше одной трети населения Европы. Почему? Да мылись, а те грязные ходили. Границы эпидемии в Европе достигли как раз границы с славянским миром. Человек, который живет в грязи, в нищете и, так сказать, пребывает в чуть ли не в каком-то скотском состоянии, никогда не выдумывает баню. Баню с ее русской здравой, где человек протягивался через порог. То есть уже знали, как ведет себя позвоночник. У Ярослава Мудрова было пять дочерей. Они все были выданы за величайших королей Европы. И Анна, знаменитая королева Анна, французская, писала папе Ярославу Мудрову, «Ты куда меня заслал? Здесь все смердят, как вонючие поросята». Короли Европы обожали славянских княжон. Почему мылись бабы? Чистенькие были. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Расскажу, между прочим, должно даже вас удивить. Именно славяне были в средние века самым многочисленным народом Европы. На Западе Бодричи, Лютичи, Венды, Палапские славяне, Лужицкие. И это не племена, это объединение славянских народов. Такие же объединения на Востоке, Поляне, Древляне, Радимичи, Вятичи, Кривичи, всех не перечислить. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Мы видим на карте Европы 9 века, начало 9 века, середину, я имею в виду, конечно, восточную Европу, представляет такое своеобразное лоскутное одеяло. В некоторых регионах жили славянские племена, они были разобщены, у них не было каких-то единых координирующих центров, где-то были сильные князья, где-то их не было. Племена именовались по имени женщины в роду или по имени тех земель, на которых они жили. Стали жить в лесу, стали зваться древлянами, да? Другие стали жить в поле, стали называться полянами, да? Ну и что? Ну, при этом-то это один народ. Древнейшие русы, или, как их стали называть, восточные славяне, изначально расселились на огромной территории европейской, буквально от самых северных краев, там, от Ладоги, даже от Белого моря, и, ну, вплоть до степи Печерного моря. Между прочим, до сих пор больше всего в Европе кого? Славян. И больше всего людей говорит на славянских языках. Просто об этом не принято говорить из соображений лицемерной политкорректности в Европе сегодня. Скажите, за последнее время славяне могли так расплодиться? На одной только русской равнине предки современных славян, которые можно назвать праславяне, термин, правда, исторически не принят. А есть либо славяне, либо там уже другие какие-то древние народности, но они жили на русской равнине еще пять тысяч лет назад. Согласно традиционным знаниям, славянам азбуку, то есть кириллицу, дали братья, прибывшие к нам из Византии, Кирилл и Мефодий. Вся эта история, она не очень правдоподобна. Кирилл был человеком святым и очень мудрым, и очень серьезным философом. И он написал так называемое «Панонское житие», в котором сам написал «Я получил от славяна-руса в Тавриде, Крыму, русские письмена». Это существует в его записи. Вернувшись в Константинополь, Кирилл выпросил у патриарха Фотия разрешение идти к славянам проповедовать учение Христа и написать славянскими письменами священное писание. Так что не изобретал Кирилл никакую кириллицу, а лишь добавил некоторые греческие буквы уже имеющимся, чтобы легче было перевести Евангелие. В записях ученика Кирилла, чернорисца храбро, читаем. У славян были письмена и до учителя. Чертаху, резаху и гадаху, то есть черты и резы. И назывались они буквицы. Вот буквица, друзья мои. Посмотрите на нее внимательно. И здесь 49 буквиц. Это матрица, 7 на 7. Каждая буквица – это не звук, это образ. И вот «Аз Бога ведаю», «Глаголю добро есть жизнь» и так далее. Последнее – «Я». «Я» на последнем месте должно быть. Сначала ты вот это все выполни, а потом «Я». В 1949 году под Смоленском, вместе, известным всем ученым, как «Гнездовские курганы», при раскопках был найден этот, на первый взгляд, заурядный кувшин. Здесь в верхней части сосуда есть надпись, идущая сверху вниз. Вертикальная надпись, которую сейчас можно разглядеть, рассмотреть. Эта надпись читается. Мы видим буквы «Г», «О», «Р». Несколько книзу, мы видим, что буквы уже менее различимы. Что это слово означает? Есть вариант, что здесь написано «Горуухща». Есть вариант, что здесь написано «Гарушна». Горшок, что ли? Распространенный перевод – это «горчица». Соответственно, эта славянская, подчеркиваю, не скандинавская, а именно славянская надпись, является самой древней и сныне сохранившейся. То есть кириллицы еще официально не было у нас. Выходит, к IX веку письменность у славян уже была. И города они уже строили. И были знатными земледельцами и охотниками. Чем вас еще удивить? Не пили. То есть нельзя было пить. Пили только сурью. Ассурия – это божественный напиток, который настоянный на солнце, опять же. Пили ее – это как квас, квасура. Поэтому русским нельзя пить, нельзя ругаться матерными словами, вести только праведный образ жизни и вообще стремиться к святости. Это суть вообще русичей. И вот если мы начнем выполнять вот это свое предназначение, Русь действительно расцветет. Казалось бы, вот так жить, поживать, да добра наживать в веках. Но враг не дремал. Северонабегами приходили из Скандинавии викинги. Грабили мирных славян, уводили в рабство. С запада наступали германские народы, отнимали славянские земли. Город Сверин стал называться Шверин. Гамгардс – Гамбург. Микелинбург – Макленбург. А славсик – Шлезвиком. Берлин же тоже построили славяне, но, в общем-то, вы это все знаете от слова «берлога», и поэтому медведь на гербе Берлина. А на юге появилось самое грозное для славян государство – Хазарский Каганат. Не какие-то кочевники. Что вы, мощнейшая держава, по-современному говоря, с грозной и сильной вертикалью власти, с непобедимым войском и рабовладельческой ненасытностью. Страшная угроза нависла над славянским миром. Именно над миром. Еще пара столетий наши предки могли вообще раствориться в завоевателях. Пришла пора кому-то решиться и объединить народы одного корня и одного языка, а самим народом побороть гордыню и понять, что им для сохранения рода своего надо быть вместе. Такого рукопожатия, как нынче, на Древней Руси не было. Здоровались гораздо сердечнее. Вот так брались за руки. И теперь он мне не просто друг, а брат. Вот так и побродались многие славянские народы. Здравствуйте. Есть русская пословица. К сожалению, она дошла до нас в отредактированном виде. Кто старое помянет, тому глаз вон. Друзья мои, это половина пословицы. Кто-то знает? А может мне вообще ничего вам не говорить? Вы и так все знаете. Нормально? Настоящая пословица, конечно, звучит так. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет, оба глаза вон. И когда сегодня мы живем с обрубленными историческими корнями, мы живем вслепую. Я нахожусь в центре Новгородского Кремля. Здесь один из самых величественных памятников нашей отечественной истории. Памятник тысячелетию Руси. Он был поставлен в 1862 году. И дело это считалось на Руси настолько серьезным, что курировал его изготовление лично царь Александр II. Когда обходишь вокруг этот памятник, чувствуешь всю нашу историю. На нем изображены самые выдающиеся личности отчизны. Смотрите, какой лихой князь Святослав. А вот великая княгиня Ольга, первая летописная христианка-правительница. И рядом с ней ее внук Владимир Красносолнышко, который официально крестил Русь. А вот какой богатырь, первый русский князь Рюрик. Вот смотришь на него и действительно веришь, такой мог организовать мощное государство. На этом памятнике изображены все самые интересные личности нашей истории. Но вот загадка загадок. И никто из ученых-историков не может мне точно ответить, почему на этом памятнике нет вещевого Олега. Чем он провинился в истории нашей. Пожалуй, ни с кем в истории Руси не связано столько загадок, сколько с Олегом Вещем. Даже ученые-историки затрудняются порой ответить на все вопросы, связанные с его жизнью. Была ли у него семья, жены, дети? Правда ли, что великая княгиня Ольга его дочь? Сколько прожил? Неужели ему было за сто лет? А если он вещий, то почему не предугадал свою загадочную смерть от коня своего? Наконец, какого он был рода? Викинг, варяг, болгарин, венгр, скандинав или славянин? Казалось бы, что может быть проще? Взять учебник истории и прочитать. Умер князь Рюрик, после него стал княжить Олег Прозванный в народе вещем. И далее несколько всего фраз, весьма невнятных. Завоевал город Киев, убил киевских князей Диры и Аскольда, назвал Киев матерью городов русских и стал в нем княжить. Ненамного подробнее описана жизнь вещего Олега в вузовских учебниках. Во всяком случае, ответов на загадочные вопросы в них не найти. А если заглянуть в наши летописные книги, то этих загадочных вопросов еще и прибавится. Конечно, помимо учебников есть еще и летописи. Их немало. Но и там мы не найдем разгадок. А противоречия в разных письменных источниках лишь добавят загадок. Во всех летописях напротив большинства годов его княжения стоят прочерки. Словно он ничего не делал в эти годы. И все же многие ученые, понимая все эти несуразности летописные, не желают идти против сложившейся точки зрения. Поэтому некоторые из них находчиво объявили вещью Олега личностью легендарной, собирательной, то есть выдуманной. Конечно, ну, надо же помнить, как наша летопись создается. Первое летописание. В конце 10 века при Владимире в Киеве. Но даже для этого первого летописания времена Олега были уже достаточной древности. Это целые сто лет. И единственное, что знали летописцы, скажем, времен Владимира, это эпическое предание. Они записали эпическое предание о Рюрике, об Олеге, об Игоре. Вот только почему тогда, если Олега не существовало, не только скандинавы, но и болгары всерьез причисляли его к болгарам. В венгерских записях намекали, что он был своим. Венграм, польский летописец, конечно, пытался доказать, что Олег был поляком. Только евреи не решились причислить его к своим. Именно благодаря народу, народной памяти, не сохранилось имя Вещево Олега. Ни о ком из князей древнерусских не создано. Столько легенд, сказаний, песен. Жил-был когда-то князь Олег, владетель русского народа, варяг, боец. Тогда свобода не начинала свой побег. Его рушительный набег почти от Пскова до Онеги. Поля и Весик Корин. Вот в чем главная заслуга князя Олега? Из-за чего его полюбил русский народ? Что даже белогвардейцы перед боем пели, как ныне сбирается. Пещи, Олег, отмстить неразумным хазарам. Причем выделяли слово хазары. А дальше они пели припев свой, «Играй же музыку, играй победу». Мы надолели, и враг бежит. Раз, два, так за царя, за Роса, за нашу веру. Мы грянем дружное город. Ура, ура, ура. Вот этот почти гимн так поднимал их боевое настроение, что даже красноармейцы заразились этой песней. И даже они пели перед боем. Только слова изменили. Они не могли петь за царя, за нашу веру. Они пели за совет народных комиссаров. Мы грянем дружное, ура, ура, ура. Народу вообще надо доверять. Есть какое-то блоговейное отношение к Олегу, к вещему Олегу. Отец родной. Начало самое. Сила. Особенно вдохновлял образ вещью Олега великих русских поэтов и писателей. О нем писали Лермонтов, Пушкин, Рылеев, Тютчев и многие другие. Как сказал великий поэт, слава богу, есть литература. Лучшая история Руси. Я считаю, рассказ о князе-воеводе Олеге надо начинать вот с чего. Это ложь, что он был скандинавом-викингом, а еще смешнее шведом. Во-первых, Швеции в то время не было. Эта предательская теория, что и Рюрик, и Святослав, и другие русские князья были завоевателями Руси-скандинавами, родилась не просто так. Теорию, что первые русские князья были викингами-скандинавами, впервые высказали историки немцы, коих было немало на Руси. Надо сказать, что русские историки были возмущены. А вот шведам эта фантазия очень понравилась. Раз первые правители Руси, Рюрик, Игорь, Святослав, Вещи Олег были скандинавами, викингами, значит, Русь – это такая взбунтовавшаяся провинция Швеции, которую надо рано или поздно усмирить и вернуть в состав Швеции. Сначала шведы, обретя военную мощь, завоевали земли балтийских славян. Этот успех первый так вскружил шведам головы, что они уже объявили не только первых русских князей шведами, но и русских богатырей. И не поверите, даже греческих богов-олимпийцев – Зевс, Афродита, Аполлон, Кермес, вроде как прилетели на Олимп прямо из Стокгольма. Шведы так были уверены, что вернут Россию в состав Швеции времен своего канунга Ольга Вещева, что даже на барельефах изображали шведского льва, раздирающего русского медведя. Но русский медведь, видимо, знал историческую правду и был верным последователем объединителя славянских земель руса Ольга Вещева и задавил шведского льва. А шведские пушки закопал дулом вниз в землю, чтобы они никогда больше не стреляли. Вот они – опущенные пушки шведские. Не признававшие никаких заслуг за русским народом, в том числе и за князьями русскими, ученые-недоученые приводили еще одно, как им казалось, бесспорное доказательство того, что Вещерик был скандинавом. Его имя – Ольг. Якобы оно произошло от шведского Хельге. Хельге – полуимя. Это не полное имя. И правители назывались полными именами с высоким содержанием. Допустим, Улов Шотконунг. Совершенно невероятно представить, чтобы его где-то назвали Улля Шотконунг. Или там вместо Карла 12-го – Калли 12-й. Забавно, да? Вы когда-нибудь слышали, чтобы правителя монарха называли уменьшительным именем? Петя I, Ваня Грозный или Вова Красносолнышко. Красносолнышко. Знаете, я считаю абсолютно ненаучным судить о национальности по имени. Вот, к примеру, я хочу спросить, как кого из вас звать? Вот, например, вас. Юрий. Юрий. Вас. Елена. Николай. Татьяна. Игорь. А Иваны есть? Я Иван. А как звать? Яра. 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 Евгений. Евгений. Вот, смотрите, все, почти все вы, и я, в том числе, Михаил, греки, если судить по именам, и только один Иван у нас израилетянин, и Яра у нас славянка, и все, собственно. И вот как так можно относиться в науке к определению национальности? Звали Олега, конечно, не Хельг, а Вольг. Есть былина, знаменитая Вольга Святославич. Ее герой, реально существовавший древнерусский князь, который удивлял всех своей прозорливостью и силой. И звали его Вольга или Вольг. По-современному Олег. Никого не напоминает? Вот вам еще один пример народной памяти. Еще одна нелепость. Ученые, историки скандинава Маны считают, что они нашли веское доказательство того, что князь Олег был скандинавом. Дело в том, что действительно во многих летописях Олега называют князем урманским. И они отождествляют урманский и нурманский. Нурмани действительно скандинавы, в переводе северные люди. А урмани это слово другое. И в старинных этимологических словарях, в том числе в словаре Даля, написано, что урмани так называли финно-угорские племена славян, живших на севере, в очищенных от леса местах. Так что Олег был не нурманским князем, а урманским. Никаким скандинавом вещей Олег не был. Если б он был викингом, а не русом, наш народ его бы так не почитал. Кстати, в народном эпосе отмечено, что Олега порой не отличали от простого дружинника. У него не было теремов, украшений, богатых одежд. Полная противоположность крутым викинговским канунгам. Он не был крутым, он был, как русская река Волга. Волга собрала много рек в себя, а Олег Вольк собрал народы. Таким же на самом деле был вещий Олег. И почему память о нем постарались так тщательно вымарать из истории, что если бы не Александр Сергеевич Пушкин и не русский народ, то забыли бы о нем вовсе. Олег первый, который объединил разные племена, да, север с югом, объединил, то есть Новгород с Киевом, но к нему стали перерастать и другие племена. Олег был великим человеком. Это был создатель древнерусского государства. Вот оказывается в чем провинился вещий Олег. Объединил большинство славянских народов в единое мощное государство, которое впредь до наших дней не давало завоевателям разграбить их земли. Но спасти войной не получится, разрушая сам не построишь дом. Строит лишь любовь, любовь сильная, любовь к родине, солнце ясному. Вот у меня в руке братинец. Это меч воеводы. Это реплика с раскопок из-под ладыки старой. Причем владеть искусно. Надо было начинать где-то легкий тревог. Как правило, это умел или князь, или воевод. Верю. Верю. Первыми, кто решился объединиться, были славяне северные, которые называли себя славянами. К ним присоединились многочисленные финно-угорские племена. Их мудрейший ладожский князь Гастамысл догадался призвать на княжение своего внука Рюрика. Был Рюрик Рарок из княжеского рода союза славянских народов Абодритов. Княжеский род, который возглавлял союз Абодритов, назывался Рароками, соколами. Вот этот сокол пикирующий был на пряжках у воинов Рароков. Абодриты были настолько сильным воинским союзом, что Карл Великий заключил с ними договор о ненападении. И никогда его не нарушал. И границы его империи доходили точь-точь до границ славянских земель. Так что честь и хвала мудрому Гастамыслу. Благодаря его внуку Рюрику Рароку, который пришел к северо-восточным славянам, в их главный город Ладогу со своей дружиной образовалось первое славянское государство, сумевшее заявить о себе дать отбор врагам и со своими четкими границами и государственной дисциплиной. Да, это государство заявило о себе. Но другие славянские народы продолжали страдать от рабства, от набегов, от печенегов, хазар, германских грабителей, угров, так называли предков венгров и турков. И даже от неродственных нам в то время болгар. Заслуга Северной Новгородской Руси в том, что она показала остальным славянским народам, какая сила появляется с объединением. Русь оказалась настолько сильной, что даже скандинавы, викинги, разбойники, это их романтизировала американская голливудщина, перестали хозяйничать на землях славян и пошли грабить Европу через германские земли вдоль Ютландского полуострова, когда Европа узнала про викингов. В это тревожное для славянского мира время в Новгороде умирает князь Рюрик. Вот что написано в русской летописи. Умер Рюрик и передал княжение свое Олегу, своему родичу, которому отдал на руки сына Игоря, ибо тот был еще совсем мал. Тут же оживились все враги. Молодой Руси уверены были, будет теперь чем поживиться. Не ведали, с кем им придется иметь дело. И что власть эта перейдет не просто к князю, а к правителю вещему. Слово вещи от слова весть. Вещими называли тех, кто слышит Божью весть. Согласно одной летописи, Олег был родственником Рюрика, а по другой воеводой. Еще в одной написано, что приходился братом жене Рюрика. Некоторые ученые до сих пор всерьез спорят, так кем же он был, родственником или воеводой. Лично я не понимаю, в чем противоречие, почему родственник не может быть воеводой. Полно подобных примеров в истории России, причем даже сегодня. Изначальная Русь только при Рюрике, на севере, впервые стала обретать силу единого государства. Один из самых древних городов Руси – Изборск. Как и Старая Руссия и Старая Ладога, он древнее Новгорода. Соглас народной легенде, в этих местах находится Рюриково городище, откуда правил первый русский князь. Новое Северное Славянское государство было немалым. От Северных гор Урала до Западной Двины, от Кольского полуострова до Ростола Великого. Таким простором могло позавидовать любое европейское государство. Народ, занимающий такие территории, по необходимости должен быть выездным. Начал этих территорий лишиться очень быстро. Соседей у нас было немало, соседей в основном жаждали откусить кусочек, поэтому нас бы просто не было, если предки не были в лес. Поначалу у славянских предков мирных земледельцев не было даже вагов войны. Но вот прикатилась на славянскую землю война. И пришлось наделить обязанностями защитника Отечества бога грома молнии кузнеца трудолюбца Перуна. А кого еще? Он оружие куен, он мечет гром и молнии, кому как не ему отпугивать врагов. Севера и скандинавии наступали викинги, западо германские народы. На юге обитали самые главные враги молодой Руси хазары. Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и Нива за буйный набег обрек он мечам и пожарам. С дружиной своей в цареградской броне князь по полю едет на верном коне. Олег мог бы княжить в Новгороде себе в удовольствие. Пока не подрастет наследник Рюрика Игорь, потом уйти в наместники в какое-нибудь отдаленное славянское княжество. И все же решился идти в опасный трудный поход на юг, собирать разрозненные славянские племена, чтобы приумножить силу созданного Рюриком государства. Итак, с самого начала своего княжения в Новгороде, с года 879-го, по новому летоисчислению, с одобрения народного собрания меча, начал Олег собирать невиданное доселе на славянских землях могучее войско. И вот прошел слух по всем селениям Руси, что воевод Олег собирает рать, дружину, войско для защиты земли русской и всего славянского мира от надоевших, опостылевших врагов. И со всех концов молодого государства начали стягиваться многочисленные отряды к реке Волхову, откуда и должен был начаться этот легендарный поход. Денные волны вздымают вершины и разбивают о камни себя. Я ухожу далеко на чужбину, чтобы с победой вернуться назад. Я ухожу далеко на чужбину, чтобы с победой вернуться назад. Где-то среди этих северных просторов, пока реки были еще подо льдом, и начал Олег готовить корабли и дружину для своего великого похода многолетнего до самого полуденного Срединного моря. В результате этого похода и образуется огромное государство с кратким названием Русь, без которого бы не было сегодняшней России. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я думаю, эти слова у нас знает каждый. Но я уверен, что далеко не все знают, благодаря какому великому князю наша страна образовалась. Кто впервые объединил множество славянских разрозненных народов. и почему их необъятная земля стала называться кратким словом Русь. Вещи Олег. Что о нем мы уже знаем точно. Никаким шведом князь новгородский не был. И звали его Вольк по-старославянски, а не Хельк по-скандинавски. Вещим он был, потому что обладал даром предвидения и убеждения и видел, что будущее Руси в объединении. Под крылом новгородского князя Олега сбились разрозненные, а потому слабые славянские племена. Сами защитить не могли себя, так как в большинстве своем были наши предки мирными земледельцами, охотниками, рыбаками, собирателями, добытчиками, скотоводами, жили во славу рота, праздновали особые солнечные дни, водили хороводы, поклонялись солнцу. Но к 10 веку большая часть славянских племен все еще оставалась разрозненной. Новгородская и Киевская Русь объединены не были. И собрал князь Олег войско для похода на юг. В 882 году или по старому славянскому календарю в лето 6390 года подошел Олег со своей дружиной к городу Смоленск. Шли из Новгорода привычным путем, которым ходили уже много лет до этого купцы и варяги в южные страны. Сначала по Волхову, потом в Ловодь, из Ловоди через речки и озера Волоком в Днепр и так до Смоленца. Почему Смоленск привлек внимание Олега? Потому что пройти в Киев из Ладоги иным способом было просто невозможно. Смоленск нужно было сначала взять Смоленск и он его взял. Смоленск не случайно оказался на пути войск Олегова. Город стоял на самой западной границе восточного славянского мира. Стратегически было важно закрепить его за собой, обозначить четкие границы славянского мира для тех, кто шел на Русь с запада. Посмотрите, вот она, легендарная Великая Смоленская Стена. Конечно, она была построена уже через несколько столетий после Вещева Олега при Борисе Годунове. Наши предки вынуждены были ее построить. Европа не простила славянам их объединение и образование мощнейшего государства Русь. В 17 веке в страшное для России смутное время к этой стене подошло 30-тысячное польское войско, состоящее главным образом из евро-наемников различных национальностей. И два года не могли одолеть ее. И при этом они называли наших предков агрессорами. Вот представляете, 30-тысячное войско человека Любов пришли на нашу землю и защитников в Горску называли агрессорами тех, кто защищали свою землю. Знаете, чему учит нас история? Она не только нас учит, а все человечество, что история ничему нас не учит. Вспоминаются слова, что Петр прорубил окно в Европу, через которую к нам из Европы полезли. А вот эта стена была, она даже сейчас, ее трудно одолеть. неприступная крепость, не завидую я полякам. Брать стены Смоленска войску Олега не пришлось. Да и не было в 10 веке на этой земле никаких серьезных крепостей. Старый Смоленск представлял собой обычный ремесленный средневековый город. Сколько лет Смоленску никто не знает. Он гораздо древнее, чем обозначено традиционно и подтверждение тому раскопки, на которых я был. Вот здесь находился, ну, я думаю, чистокол в то время. Этого было на то время вполне достаточное укрепление. А вот здесь находилась водная гладь пристани. Сюда причаливали корабли, которые здесь смолились, и, возможно, от этого и пошло название Смоленск. Во времена Ирюрика и Олега город Смоленск был одним из самых больших городов народа Кривичей. Кривичи занимали обширнейшие земли среди восточных славян. Считается, что название Союза Северных Славянских Племен Кривичи произошло от того, что они жили в верховьях главных славянских рек. И эти верховья были кривые, искривлены. Причем интересно, что именно южные народы так называли Северных Славян. Но мне кажется, это совершенно нелогичным. Зато в сказках славяно-балтийских народов кривичи называются иногда Кравичами. И вот это мне кажется очень интересным. Кравичи означает, что молились они Кра. И более того, есть упоминания в редких записях и в каких-то апокрифических легендах, что на главном капище неподалеку от сегодняшнего Смоленска служил Волхов, которого так и звали Крав. Недаром, между прочим, до сих пор Россию называют Кравией или Кревией в некоторых славяно-балтийских языках. И вот эта точка зрения мне очень нравится. Это был очень солнечный народ. Как было с ними не объединиться? А еще это был очень сильный и многочисленный народ с высочайшей культурой. Примерно так мог выглядеть древний житель Смоленска, древний Кривич, славянин. Мы видим, что основными материалами, конечно, были лен, шерсть и кожа. Видим оселок, точильный камень. Видим различные элементы конской сбруи. и очень интересные ножницы, топоры, ножи, поясные пряжки, то есть все те предметы быта, которыми наши предки пользовались. Более того, в древнем Смоленске, в Гнездове, как считают некоторые исследователи, была, скажем так, впервые применена на Руси такая технология, как гончарный круг. Но, пожалуй, самое важное то, что у Кривичей тогда уже было сильнейшее ополчение, которое вполне можно было назвать настоящим войском. И это понятно, ведь среди восточных славян Кривичи жили западнее всех, а это значит, что враги, как правило, приходящие из Запада, не раз пытались отобрать у Кривичей их земли. Кривичам уже тогда приходилось отражать атаки и германцев, и викингов, и даже хазар, и они не уступили ни пяде своей земли. Мне кажется, вот что нужно подчеркнуть в нашей истории сегодня. Самые неприступные мощные стены в древних русских крепостях были обращены всегда к Западу. А это значит, что чаще всего враг приходил с Запада. Итак, тут у нас представлен комплекс совершенно уникальных образцов вооружения. это прежде всего, конечно, мечи. Это редчайшие находки. Вот здесь у нас представлено пять крупных клинков. И вот, соответственно, эти замечательные топоры, которые мы здесь видим, наконечники, копии, стрел, все эти предметы как раз были изготовлены на территории Гнездова, на территории древнего Смоленска славян. Но и войско князя Олега не из дикарей с копиями состояло, как любят изображать его историки, а было очевидно мощным организмом. Вообще, новгородские славяне были ребята, как бы себе не сказали, очень продвинутые. И стены крепостные у них, которые с наскока не возьмешь. И орудия камнеметательные, ну просто система град десятого века. Вот это да! Раз, два, три! Ну вот детишкам сегодня радость. Сильно! Так что князь Олег не боялся Грозного Смоленска. Кривичи и Словении уже давно добрососедствовали. Порой даже объединившись отражали врагов. Говорили, на одном языке, а значит знали, что и народ это единый. В древности слово язык означало народ. Разделение на языки это разделение на народы, а единый язык это единый народ. Мы на самом деле находимся на валах городского укрепления. И вот если мы отсюда туда посмотрим, мы увидим, что идет скос вниз. И вот эта вот территория, на которой сейчас пасутся коровы, была заполнена водой. Это была пойма, куда заходили корабли. Вот сюда зашли корабли, наиболее вероятное место, куда зашли корабли вещего Олега. Мы не знаем точно, в каком месте, на каком берегу Днепра высадилась Олегова дружина, но мы знаем, что Днепр в то время был значительно полноводнее, шире. Итак, как написано в повести временных лет, в лето 882-го пошел в поход Олег, набрав с собой много воинов, варягов, чуди, славян, мерю, весь, кривичи, и пришел к Смоленску с кривичами, и взял город, и посадил в нем мужа своего. Нет никаких свидетельств, что у Олега со смоленской дружиной было сражение. И когда задают вопрос, а почему некоторые считают, что он был завоевателем, а вы, что он объединителем. Да потому что сражений не было. И Смоленск присоединился добровольно, кроме, есть намек в летописи, верхушки княжеской. Княжеская верхушка не хотела ничего терять. А народ сразу присоединился. В истории зачастую народы бывают наперед князей готовы к объединению. Может, поэтому еще Олега называли вещем, что он угадывал желания народов, а не князей. Нигде в летописях нет упоминания о том, что было сражение или осада города, что он взял штурмом Смоленск. Есть намек, что была против местная верхушка. Так и написано в летописи. Олег взял город и посадил своего мужа. А народы объединились с радостью, потому что знали, они одного корня, одного рода. И жалко, что летописец не сделал главный вывод. С присоединением Смоленска Русь расширилась в полтора раза. И это очень важно. На беспокойном западе славянской земли появился будущий русский город. Я хочу, чтобы мы задумались вот над чем. За тысячелетнюю с лишним историю России 700 лет с лишним. Вы вдумайтесь, 700 с лишним лет Россия Русь воевала. И не раз на пути у врагов, которые приходили и приходили с запада, оказывался город Смоленск. Вот они, герои, которые защищали на Смоленской земле русскую землю в течение многих-многих столетий. Я бы назвал город Смоленск не просто городом-героем. Да, город-герой, да, город-защитник, город-воин, город-оберег. И низкий поклон Олегу, который присоединил этот город к нашей земле. Неизвестно, сколько времени Олегова дружина находилась в гостях у Кривичей. Но по косвенным данным мы можем сделать вывод. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Олег построил новые лоди корабли, пополнил дружину братьями Кривичами. И вот по-современному скажу, эта мощная флотилия двинулась вниз под Днепру сначала на Любич, а потом на Киев. Спускаясь под Днепро от Смоленска к Киеву, присоединил Олег к Руси город Любич. И опять читаем ледописи, посадил мужа своего. И снова нет никаких следов того, что произошло какое-то сопротивление горожан. Да, то есть здесь получается так, если на карту смотреть, вот Днепр как вот, как это лучше сказать, как ось, на которой вот и выстраивалась или насаживалась вот русское государство. Вот эта ось Днепровский как раз путь. Хотя говорят, он тогда еще вот скажем, не действовал. Разумеется, действовал, потому что это божьи дороги, как называли реки. Итак, войско Олегова продолжало двигаться на юг, собирая все новые и новые земли. Но впереди его ждало самое серьезное испытание. Богатейший славянский город того времени Киев. Киев должен был представлять для Олега интерес, потому что, значит, он и как политический центр был авторитетнее к этому времени, чем, значит, за штатный Ладог. Целью его было все-таки создать в этом Киеве, не теряя, так сказать, связи с Севером, естественно, потому что весь этот маршрут был для него важен, вся эта магистраль, весь путь из ивря в греки. Вот на эту магистраль ему нужно было нанизать какое-то государственное образование, свою власть вдоль этой магистрали сохранить, соответственно, распространив ее и на прилежащие славянские племена. Киев считается очень древним городом, кстати, у многих. Не знаю, подтверждений тому нет, но, судя по всему, он действительно древний. Велесовой книге который не признает российская академическая история говорится о том, что Киев существовал уже до Рождества Христова. По другим источникам городов с названием Киев было несколько в Подунаве, на Балканах и даже на Северном Кавказе. Назывались города соответственно и созвучно Куява, Киевец, Кияр. Но самым крупным, богатым, с теремами и хоромами на холмах, конечно, был Киев на Днепре и считался столицей полян. Пожалуй, самый многочисленный народ славянский в то время назывался поляне, потому что жили на полях. Летописец рассказывает о них с большой любовью, какие они были чистоплотные, мылись в банях, хорошо жили, сеяли, собирали урожай, праздновали солнечные праздники, любили свои семьи, вот такие у нас были порядочные предки. И казалось бы, вот так жить и жить в веках, заниматься главным делом, продолжением рода своего, столица, Киев, богатейший славянский город. И вот он подходит к Киеву, уже за плечами у него Смоленск, Кривичи. Как вы думаете, он понимал, кто княжит в Киеве в то время? Конечно. Не только понимал, но знал отчетливо, куда он идет, на кого он идет. Ну, опять-таки, если принимать, так сказать, буквально летописный рассказ, то современниками Олега, княжевшими в Киеве, были вот эти знаменитые два князя Аскольд и Дир. Непривычные для наших князей двоевластия. Так вот, интересная история произошла с Аскольдом и Диром. Аскольд и Дир по летописям сбежали из дружины Рюрика. Я вам скажу даже очень любопытный момент. Вот в наших летописях говорится о том, что Аскольд и Дир были бояре, мужи Рюрика. Когда Рюрик уже пришел на северо-запад Руси, в Новгород, в Ладогу, потом в Новгород. Они были его мужами, и они потом ушли на юг, захватили Киев и все. Конечно, все это Олег понимал и знал. И очевидно, что киевские правители были для него изменниками. Они предали Рюрика, сбежав из его дружины, завоевав. Совсем не враждебный Киев, объявили себя князьями, хотя князем имел право быть лишь тот, кто княжеского рода. А главное, не заботили самозванцы о своем народе. Тревожили полян набегами хазарские ватаги. А защиты у полян не было. Князья киевские, правители не очень хотели защищать свой народ. Им выгоднее было торговать в то время с Византией, с Европой, потому сами богатели, богатели, богатели. Отруженики, трудолюбцы поляне страдали, страдали, страдали. Вот как эта история описана в поиске временных лет. Олег спрятал одних воинов в ладьях и послал к Аскольду и Диру, говоря им, гость я, и идем мы в греки от Олега и княжеча Игоря. Придите к нам своим родичам. Когда же Аскольд и Дир пришли, воины выскочили из ладей и сказал Олег, вы не князья и не княжеского рода. И вынесли Игоря, а это сын Рюриков. И убили Аскольда и Дира и отнесли на гору и погребли их. А восстания-то не было в Киеве. Это значит, народ-то его принял, потому что пришел человек, который будет их защищать. В этом смысле Олег носитель древнейшей сакральной традиции оказался подходящим. Вот, он уже принял Игоря на свою руку и когда отправился в Киев, то киевляне, по-видимому, его там ждали. И сказал Олег в окняжевшись, да будет Киев, мать и городов русских. Он не имел в виду, что будет главенствовать. Он имел в виду, мать это матка, которая будет защищать всех. Мать защищает своих детей. Вот, что входило в понятие ведической матери в то время. Но сегодня, к сожалению, это переначали. Он столицу перенес из севера, из Новгорода, перенес на юг, в центр, в Киев. Правильно считаю, что именно Поднепровье с его связями, его климатом, его густонаселенностью, с его полдородными почвами, с его населением многочисленным, это более перспективное дело, чем малолюдный и климатически невыгодный север. Это был великий шаг в истории России. Конечно, обида у Хазар затаилась великая, ведь многочисленный народ поляне перестал платить им дань. Олег понимал, что рано или поздно Хазары вернутся и войны с ними не избежать. Не зря его все-таки в народе называли вещем. Он понимал, он ведал, что от него требуется еще более решительный шаг. 1882 год это создание древнерусского единого государства. Объединение двух древнерусских центров, двух древнерусских государств, которые развивались уже не первое столетие по своим законам. Киев и Новгород это уже сила, которая могла противостоять завоевателям с юга Хазарскому Каганату. После того, как Олег взял столицу Полян Киев, те перестали платить дань Хазара, но еще многие славянские народы оставались под Хазарской данью. Северяне, Радимичи, Вятичи, Древляне, надо было идти выручать и эти народы. Жил был когда-то князь Олег, владитель русского народа. Варяг, боец, тогда свобода не начинала свой побег. Его рушительный набег почти от Пскова до Онеги поля и веси покорил. Он всем соседям страшен был. Пред ним дрожали печенеги, с ним от Каспийских берегов Казары дружество искали. Его дружины побеждали свирепых жителей Дубров. 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 Жил-был когда-то князь Олег, владитель русского народа. Боряг, боец, тогда свобода не начинала свой побег. Он всем соседям страшен был. пред ним дрожали печенеги, с ним от Каспийских берегов Казары дружество искали, его дружины побеждали свирепых жителей Дубров. История славы вещев Олега началась в год 882-й, когда он присоединил города Смоленской Киев. Объединив эти мощные древнерусские центры, создал единое древнерусское государство. Судя по всему, оно оказалось настолько сильным, что другие славянские народы захотели к нему присоединиться. Ведь в отличие от Руси объединенной, они продолжали платить дань хазарам. Вещи, то есть ясновидящий князь Олег понимал, что надо немедленно выручать весь род славяно-русам. Надо отметить, что Олег был человеком слова. Как сказали бы сегодня, мужик обещал, мужик сделал. В лето 6391-е, 883-й год по сегодняшнему, начал Олег воевать воевать с древлянами и покорив их, наложил дань на них под черной кунице. В лето 6392-й, 884-й год пошел Олег на северян и возложил на них легкую дань и освободил их от дани хазарам, сказав, я им противник. В лето 6393-е, 885-й год послал к Радимичам, спросил, кому дань даете? Они же ответили хазарам. И сказал им Олег, не давайте хазарам, но дайте мне. Причем, как всегда, дань Киеву на содержание дружины он определял меньше, чем бывшая хазарская, за что и уважение заслужил в народе на века. Однако, несмотря на все Олеговы победы, оставалась для славянской Руси серьезнейшая проблема и опасность хазарский каганат. Сегодня мало кто помнит об этом мощном государстве. Даже не осталось такой национальности хазары. А тогда это был, пожалуй, главный враг южных славян. И Олег прекрасно понимал, если их не усмирить вовремя, они очень скоро вернутся к заданию. И от обиды еще больше славян уведут в плен и продадут на рынках Европы и Африки. Их должно было опередить. К битве предстоящей нужно было готовиться всерьез. Должен вам по секрету сказать, что до того, как славянские народы объединились в единое государство Русь, хазарская армия считалась непобедимой. Громила всех своих врагов. Тактика была гениальной. Встречались на поле с противником и, как правило, сначала на противника накатывала первая волна хазарского войска. Называлась она «Утро псового лая». Разрозненные отряды неумелых, непрофессионалов, полупольных с разных сторон нападали на противника и пытались разорвать его на части. Кричали, орали, ну, точно стая псов. Конечно, терялся противник, не знал, как собраться, что делать. И тогда на него выходила волна под названием «Полдень помощи». Легионеры, профессионалы, наемники, практически они исправлялись с противником. Но на случай, если противник все-таки устоял и кого-то еще не добили, из лесу появлялась третья волна «Гвардия». Конница, она окончательно добивала противника и называлась эта волна «Вечер Победы». Чтобы разобраться, как у Хазарского Каганата образовалось такое мощное войско, надо прежде всего понять, что представляло из себя в то время Хазарское царство. Это не просто вот так вот кочевники что-то по степям скакали. Нет, это было мощное государство с главным городом Этиль, где-то в районе сегодняшней Астрахани находился. «Территория Каганата включает современные, вот если пойти с севера и юг, Воронежскую область, Белгородскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Ростовскую, Астраханскую, Ставропольские, Краснодарские края и часть, восточная часть Крыма». Хазарское государство того периода это мощнейшая империя, степная империя, которая контролировала три моря Азовское, Черное, Каспийское и основной бюджет которого строился на работорговле. «Я сейчас стою на крепостном валу. Здесь находилась пограничная Хазарская крепость. Под землей крепостные стены, подо мной ров, стены невысокие. Эта крепость не служила отпором врагу в то время, славянские народы еще не были объединены и не тревожили Хазарию. А крепость эта служила совсем другим целям. Здесь собирались хазарские воины, чтобы объединиться в некую Ватагу и пойти туда в грабительские набеги на богатейшие славянские земли. Урожай, рабы, пушнина. И потом свою добычу они приносили в крепость, а из крепости отправляли по всему миру, в том числе и очень ценных славянских рабов. Мало что сохранилось от Хазарского Каганата. Казалось бы, такое мощное непобедимое государство, но уже в после Олегового времена под предводительством великого князя Святослава объединенные славянские народы не просто разгромили, стерли Хазарию из лица земли. Не осталось практически ничего, ни одного города. Но вот ученым, Девногория и археологам удалось восстановить Хазарские юрты, сделанные из глины. Вот такие юрты воинов Хазарских стояли по всей границе. Воины здесь жили и ждали хорошего времени для набега, правильного времени осени, чтобы славяне собрали Урошай. Им же так хотелось тоже вкусно поесть. И вот ходили они этими грабительскими походами, и это была одна из главных причин, почему Хазария богатела и богатела. Теперь понятно, за что Александр Сергеевич Пушкин о вещь Олег собирается отмстить Хазарам. Но меня лично с детства интересовала строчка «Почему поэт назвал Хазар неразумными?» Вроде все же разумно. Мощное государство богатеец за счет более слабых соседей и ничего не боится, потому что их армия непобедима. Хазары были в основном тюрками, которые пришли с востока. Это кочевнические племена, но верхушка их приняла его действия. Или были иудеями, потому что в этой верхушке были раввины. Я думаю, Александр Сергеевич был весомый повод назвать Хазар неразумными, поскольку, будучи тюрками по происхождению, они по религии были иудеями, то есть отказались от своих родовых богов. Вот разум и помутился. Многие считают, что иудеи и евреи это одно и то же. Нет, это не верно. Евреи это национальность, а иудеи религия. Но иудеями, в принципе, такими фанатичными, были правители хазарские. А народ, конечно, продолжал поклоняться своим языческим богам. Вскоре хазарские правители вместе с Каганом, царем царей попали под власть еврейских раввинов и торговцев. Именно они и стали определять политику и экономику государства. Так нередко бывало в истории, что целый народ порой легче поработить религии, нежели его завоевать. Все народы мира сначала поклонялись солнцу, потом стали стремиться, чтобы разбогатеть, принять какую-то религию, которая у богатого народа. Мол, мы примем эту религию, тоже станем богатыми. Я так считаю, что славянские народы подвергались чаще нападениям, потому что, во-первых, они оседложивущие были, вот, их не надо по степи искать, уже известно, где они живут, поэтому легче выследить, напасть. Днепр, Десна, тут, конечно, народу больше, и, как говорится, ловить легче. Равины и торговцы научили хазарскую верхушку быстро богатеть. Торговцы во все времена умели порабощать и превращать своих слуг в правителей. Осмеливались даже грабить караваны, идущие по великому шелковому пути. Причем юг так боялся Кавказ того времени хазар, что построили стену от них. Под Дербентом до сих пор существует эта стена высотой более 20 метров 40 километров. Таким образом путь хазарским грабителям на юг был закрыт, и основным бизнесом стали набеги на славянские земли. Все севернее и севернее расширялся хазарский каганат, и даже появился ближе к славянским землям новый город Саркел неподалеку от сегодняшнего Ростова-на-Дону. Вот где-то там, где сейчас находится Ростовская атомная станция, находился хазарский город Шаркел, который греки называли Саркелом. Но вот сегодня он находится под толщей воды Цемлянского водохранилища. Мне вот что кажется очень любопытным. Ну, известна фраза, в истории многое повторяется. И какие-то места силы на земле обретают новую жизнь. Так вот, по центру вот этого сильного государства Хазарии проходил в то время торговый путь, очень выгодный путь. С Волги на Дон волоком тащили корабли, лодьи, однодревки. Пройдет тысяча лет, даже более. И по тому же месту в Советском Союзе будет создан Волгодонской канал. В основных летописях нет упоминания о том, что у Вещи Олега было сражение с Хазарами. Но еще раз повторяю, летописи редактировались в истории не раз под новых и новых правителей. В них не только чувствуются вырезанные места, но и явные временные искажения. Если внимательно прочитать повесть временных лет и посчитать указанные вне годы, окажется, что великая княгиня Ольга родила сына Святослава, когда ей было за 60 лет. Ее мужу Игорю, больше 70. Святослав разгромил мощнейшее Хазарское государство, будучи чуть ли не 20 годов отроду. Наконец, Вещи Олег прожил более 100 лет. Просто все они были привязаны к важным датам для Византии. Надо же помнить, как наша летопись создается. А если уж самые древние брать слои, видимо, все-таки в конце 10 века при Владимире в Киеве. Первое летописание. Но даже для этого первого летописания времена Олега были уже достаточные древности. Это целые 100 лет. И единственное, что знали летописцы времен Владимира, что это эпическое предание. Они записали эпическое предание о Рюрике, об Олеге, об Игоре. Зато о войне Олега с Хазарами остались сведения в так называемых апокрифах. Апокрифы слово греческое означает оно письменный источник, который официально наукой не признается. Точнее, даже не наукой, а редактурой и цензурой различных времен. Апокрифы это то, что вырезано. Вот, например, у меня очень сатирический концерт на телевидении записали и вырезали все сами правдивые места. Вот это и будут апокрифы. Слава Богу, что помимо искаженных летописей сохранились народные легенды, сказания. Я понимаю, народное творчество всегда преувеличивает, но зато оно как гигантской русской печкой опекает нашу историческую правду. А еще сохранились такие обереги нашей были апокрифы. Именно из-за апокрифов мы узнаем точный год, когда Олег пошел воевать Хазар 895-й. Войны постоянно были между Русью и Хазарами. И Олег, кстати говоря, вот, когда он объединил Русь, в единое государство, он начал не только с дальнейшего объединения Руси и Радимичи, северяне, но, видимо, провел ряд войн и с Хазарами. Готовиться к предстоящей битве с Хазарами надо было очень серьезно. Хазары были отменными бойцами. Требовалось и Олегу подготовить особых воинов русов для своей дружины. Это удивительное изобретение наших славянских предков. Существовало оно задолго до Рюрика и до Олега. Называлось правило от слова править. Вот он, тайный секрет особой силы наших богатырей. Тренируясь на правиле, воины по нескольку дней даже не ели. Очищались, набирались не только силушки богатырской, но и силы духа. Какой-то там араб описывал, он видел сам своими глазами, когда на их караван тот там напал. И вот этот русский дружинник бросился крутить русское солнышко, так называемое. Это когда сначала шел меч, потом щит капелька, который тоже был внизу заострен. И это было такое в русских плясках осталось. Потом когда крутил, он крутился такой скоростью, что стрелы не успевали вонзаться. когда араб это увидел, он просто был в шоке. И он говорит, много у вас таких? Он говорит, нет, таких немного, но для Руси хватает. Судя по дружинному эпосу, по народным сказаниям, первую победу над хазарами одержали русы именно во времена Олега. И вот, наверное, на таком поле, в приграничье с хазарским каганатом впервые в Олегово времена встретилась русская дружина с хазарской армией. И что придумал вещи Олег? Взять в так называемое колло первую волну, самих окружить и уничтожить. Хазары растерялись, послали вторую волну, но у Олега была на всякий случай заготовлена еще одна дружина, которая и вторую волну взяла в коло. Хазары были разгромлены, ушли на свои земли и больше на славянские земли не посягали. Усмирил неразумных хазар. Когда-нибудь этим приемом, придуманным Олегом, воспользуется Святослав и навсегда разгромит хазарский каганат. Не останется даже такой национальности хазарин, не останется ни одного города, ни одной крепости, ни одного рынка, на котором бы продавали полоненных славян в рабы. Это случится примерно через 70 лет, а пока, пока было понятно Олегу, что при его княжении хазары будут вести себя достаточно смирно. Но подрастал сын Рюрика Игорь. Скоро ему надо передавать власть как законному наследнику. Проявит молодой князь где-то слабяной Византии, которая всегда считала славян варварами, пригодными лишь для рабства, непременно снова натравить на Русь и хазар, и печенегов. С тех пор, как Олегу удалось усмирить хазар, он понимал, что корень зла для молодой Руси уже не на Востоке, а в Европе, в лицемерной, в хитроумной Византии, стольный Византийский град. Константинополь уже в то время был богаче Рима. Вот кого надо было непременно заставить уважать молодую Русь. И сделать это надо было как можно скорее до передачи власти Рюрикову сыну Игорю. И замыслил русский князь дерзость показать Византии независимость и силу молодой Руси. Византия в то время была самым могущественным в Европе государством. Даже Рим ее побаивался. Главный город Константинополь, который на Руси назвали Царьградом, славился красотой, богатством, рынками, христианскими церквами, императорским дворцом, роскошно одетой гвардией, подромом и неприступными стенами. В самом начале X века Вещи Олег повел на Царьград две тысячи кораблей. Эта цифра указана в нескольких письменных источниках, а в одном греческом написано двадцать тысяч. Но это они со страху приписали. Мы считаем, что Петр Первый создал российский флот. Ошибочка, ребята. Возможно, после того, как Московское государство было долго отделено от морей, потом Петр построил впервые корабль уже нового типа. Это можно говорить, но то, что флот начался с Петра, это, конечно, не верно. Конечно, это не те корабли, что Черноморский флот сегодня. Но у греков было специальное слово для русского корабля. Они называли корабли русов и называли их моноксилы, однодревки. Вот так выглядела монодревка, выдолбленная из одного широкоствольного древа. Ставилась мачта, расшивалась досками эта лодка, вмещала 40 человек, двух лошадей и еще колеса на случай, если придется этот корабль волочить по земле. На них можно было ходить и по рекам, и по морям. Во время шторма или бури два корабля могли стволами соединяться и получался весьма устойчивый, простите за современное слово, катамаран. Вот, оказывается, кто и когда его изобрел. Вот он, выворотень широкоствольного древа. Такие деревья в два обхвата до сих пор растут неподалеку от берега, там в горах. Древние русы их рубили по рекам, в те времена полноводным, сплавляли в бухты, где и строили свои судна. Эти однодревки могли плавать как по рекам, так и по морям, причем даже и в бурю. Так где же мог Олег построить свою флотилию скрытно от окружающих рус врагов, да еще незаметно провести ее до самого Царьграда? Считается, что он построил ее в верховье Днепра. Мне кажется, наивно в это верить. Две тысячи кораблей провести по Днепру скрыто в Черное море в то время было слишком сложно и опасно. Под Днепру стояли печенеги, разведчики и шпионили в пользу Византии. А там пороги были. Там вообще нельзя провести такое количество кораблей. Эти знаменитые непроходимые пороги описаны во многих древних письменах. Им даже были даны имена. Исчезли они под водой лишь во время строительства Днепра ГЭСа. Уж кто-кто, а вещий князь точно знал, где нужно строить свой флот. И разгадка эта не сложная. В скрытых бухтах, как у Кавказских, так и у Крымских берегов, разумнее всего было Олегу приготовить корабли для похода на Византию, чтобы потом собрать весь флот и незаметно через Босфор подвезти к Константинополю. Год 6415-й от сотворения мира. И пошел Олег на греков. Взял с собой много варягов, славян, чуть, кривичей, мэрю, древлян, родимичей и тиверцев. Их всех греки называли Великая Скуфь, скифами. И со всеми сними пошел Олег на конях и кораблях. И было кораблей численностью 2000. А было в каждом корабле по 40 мужей. Повесть временных лет. Основная наша летопись. Много опасностей было уже преодолено Олегом и его дружиной. И теперь он верил, что справится с этой непосильной задачей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова сумел сделать невозможное. Создать огромное славянское государство с княжеским центром в Киеве. И на примере Хазар дал понять, что с этим государством придется считаться всем соседям. Но в то же время он понимал, что этого недостаточно для дальнейшего существования молодой Руси. Надо было еще заставить уважать новое государство тех, кто считал себя хозяевами Европы, то есть Византию. А значит, впереди ждал его сложный и опасный морской поход к стенам Царьграда. Черное море в мире сегодня знают все. Но вот что интересно, ведь оно не всегда называлось Черным. В арабских летописях уже начиная с 8-го и 9-го веков это море Черное, знаете, как называлось? Русское море. Как же так? Согласно официальной истории, которую нам всегда преподносили, на берегах этого моря русских не было. Жили кто угодно, хазары, греки, турки, а русских не было. Более того, некоторые историки вообще утверждают, что вообще и русских в мире еще не было, а русское море было. Надо разобраться. Масуди пишет и Ибн Русты пишет о том, что Черное море тогда называлось русским, потому что никто, кроме русов, не смел по нему плавать в тот момент. Мы находимся на восточном берегу Черного моря, значительно южнее Керченского пролива и Таманского полуострова, который в те лего времена назывался Тьмо-Таракань. берег сплошь в бухтах и в крутых берегах, почти неприступных, а севера прикрыт горами, такое укромное местечко. Здесь жили потомки древнего народа антов, аланов, скифов. Вот в таких бухтах они строили свои легкие быстроходные суденышки, кораблики, которые называли однодревки, и хозяйничали по всему моря, пиратствовали. Их боялись турки, арабы, а так как называли их и арабы, и турки русами, то и море называлось русским. Русьское море через мягкий знак и одно С. И это в арабских летописях существует, конечно. Русьское море, причем, а наши историки говорят, а русов не было, как могло это море быть, ведь не назвали Балтийское море иудейское, потому что там не было их. Когда на берегу этой бухты, неподалеку от Геленджика, строили вон тот корпус гостиничный, неожиданно отрыли захоронение 12 древних воинов в костюмах русов, скифов. О находке сообщили в центр. Приехали ученые, археологи, находку забрали и никогда больше о ней не вспоминали. Не умещается найденное в рамке общепринятой истории Руси. Скорее всего, от этих берегов в начале 10 века отплыло 2000 лодий вещево-лега, и взяли они курс на запад к своей победе. Вот она красотень какая! Сегодня на месте бывшей столицы Византии Константинополя находится Стамбул. И низкий поклон туркам, которые сохранили не только христианскую, но и дохристианскую старину. Мы находимся в самом центре бывшего города Константинополя, ныне Стамбула. Когда-то именно здесь находился самый богатейший, красивейший дворец византийских императоров. Вот он! И это все, что от него осталось. И это не случайно. Мало кто задумывается о том, что все богатства Византии это прежде всего результат грабительских войн использования многочисленных рабов. В первую очередь славянских, которых они считали ни на что не способными, кроме как быть рабами да разбойничать. Пролив, который соединяет Черное море и Срединное море, как в древности говорили, уже тогда назывался Босфором. Он узкий пролив. С двух сторон по берегам жили греки и византийцы. И вот вопрос, как же смог Вещий Олег провести такое количество кораблей по этому проливу и грехи ничего не заметили. И неожиданно подошел к Константинополю. Невольно поверишь в то, что он был волшебником. Конечно, он вещей был, но не настолько, чтобы накрыть две тысячи кораблей шапкой-невидимкой. Разведка у русов, скорее всего, даже еще до Олега судя по всему была. И как многим другим народам, разведданные в немалой степени поставили купцы. Уже давно историки заметили, что русы к Церграду подходили с удивительной точностью, попадая в тот момент, когда греческие войска воевали против либо на восточной границе с арабами, либо с теми же арабами на Крите. Конечно, время для похода Олег выбрал не случайно. Греческий флот в то время воевал на островах Средиземного моря с арабами, а значит, его флотилии уже не встретят византийские боевые суда с ядерным оружием того времени, греческим огнем. Греческий огонь это страшно. Они придумали ядерное оружие того времени. Основан греческий огонь был, видимо, на нефти. Никто точно не может сказать. Но они посылали струями этот огонь с носа кораблей своих и сжигало все. Спастись нельзя было, потому что нефть горела на... Ну, там смесь какая-то была, может, это и не нефть, так пишут некоторые историки. И спастись нельзя было, потому что горела вода. Я представляю, каким величественным представал взору русов, которые приходили сюда на кораблях город Царьград. Вон на том холме множество церквей и купола, 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 золотые, словно много-много солнышек взошло над Царьградом. Вот София. Нашим предкам очень хотелось, чтобы какой-то город выглядел так же величественно, как Византия. И они стали украшать церквами, куполами, золотыми Киев. И я даже помню, как в молодости подъезжаешь к Киеву с левостороннего берега Днепра и восхищаешься. Какая красота! Прямо настоящая Византия! А взять Царьград со стороны моря Мраморного и со стороны Босфора было невозможно. Там высокие стены, высокие скалы, а стены сохранились до сих пор. Взять эти стены было невозможно. Очень медленно пришлось бы корабль. А на кораблях вообще невозможно. Слабым местом для защитников Царьграда был залив, который сегодня называется Золотой Рог, а тогда назывался Суд. Корабли врага могли в него войти, высадить десант на берег и одолеть город приступом с более пологого берега. Вот так подошли корабли русов. Стоял, видимо, князь Олег и думал, как же все-таки одолеть этот неприступный город. Надо было войти в Золотой Рог и с более пологого берега завоевывать город. Но греки оказались очень хитроумными. Они с мыса на мыс натянули цепь, чтобы не один корабль не прошел и спокойно легли спать, думая, все, опасность миновала, но не тут-то было. Фрагмент этой легендарной цепи хранится в историческом музее Стамбула. Они еще не знали, что Олег вещей. А он говорит, сейчас дождемся ночи. А наши ведь умели таскать ладьи из реки в реку. Они же все время из Дона в Волгу, из Волхова в Лавать. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля горну. Вот как раз тут и располагалось это поле, на которое можно было вывести на колеса корабли из воды. Греки проснулись. Я не знаю, что их не знаю, плющило или колбасило, но они такого не видели никогда. Под паруса с холмов на рассвете спускаются корабли. Интересно, что через пять веков османский султан Махмед II повторит прием Олега с кораблями на колесах, покорит Константинополь и Византия падет. Греки же, увидев это, испугались и передали через послов Олегу не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь. Долго перечисляется в летописи какие были шелка, драгоценности, одежды, дорогая посуда, но главное вынесли еще и вино, ублажить дорогих гостей. Вино отравленное, сказал Олег, не стал пить сам и не разрешил никому. Он что, вещей? Удивились греки. И, собственно, в летописи это прекрасно объясняется. Он его пить не стал, так как он своим даром провидца узнал, что это питье отравлено. И вот тогда это там же все как бы черным по белому. И вот за это его народ прозвал вещью. И вот произошло небывалое. Не варвары греки сели за стол переговоров с варварами россами и подписали многостраничный договор с большим количеством пунктов, в котором практически молодая Русь признавалась равной Византии. Это был договор в своеобразной форме очень, потому что Византийская империя с варварами и с теми, кто стоял ниже ее по уровню, она не заключала равноправных договоров. Ни с франками, даже с франками, ни с арабами, с халифатом не были заключены вот такого договора. Византийский император даже признал подписи язычников и их клятвы. Оклялись росы своими богами, в том числе Перуном и Велесом. И об этом мы читаем в самом греческом экземпляре договора. Там такие пункты есть. Разрешается носить оружие в Царьграде только русам. Более того, вот это тоже очень показательно, русам разрешается прибыв в Царьград бесплатно мыться в банях Царьграда. Никто больше такого требования Византии не выдвинул. Ну и более того, написано в греческих хрониках, что на двух языках подписали, а у нас якобы не было письменности. А там упомянуто, что на двух языках, значит, письменность была. Может, поэтому и пропал второй русский экземпляр договора. Был уничтожен, чтобы не осталось доказательства существования письменности в дохристианской Руси. В свое время кто-то из классиков марксизма и ленинизма, сейчас не очень модно их цитируют, но все-таки сказал хорошо, договор продиктован Россией победительницей, побежденной Византией. Здесь классик нисколько не ошибся. После подписания договора на прощание, так сказать, на пассажок, вышел Олег со своей дружины к главным золотым воротам Царьграда и прибил на эти ворота свой щит. Щит этот на многие века стал символом того, что Русь не боится сверхдержавы и при необходимости может проявить силу защитить себя от европейской жадности и агрессии. Ну и далее, Олег, чтобы не забывались, предки Евросоюза прибил щит им на ворота, золотые ворота, от которых шла дорога в Рим. прибил он щит, мол, двойной смысл был у этого его жеста. Первый это, друзья мои, помните, мы еще можем прийти. Кстати говоря, вот по поводу щита на воротах Целеграда. Щит это не признак победы, это признак мира. По всем восточноевропейским канонам известно, что щит вешался тогда, когда стороны заключали перемирие либо мирный договор. Олег сделал благородный жест, показав прибитым щитом, что в случае, если враг подойдет к стенам Константинополя, то он и его дружина обязуются прийти на помощь и помочь. И это, несмотря на все былые разногласия. Да, такая точка зрения большинству может показаться несправедливой. Как же так? Византия, мол, сделала столько нехорошего Руси, и вдруг ее, Византию, защищать? Несправедливо не по-человечески. Конечно, так будут думать не вещие, а вещий мудрец знает, что в природу выше справедливости заложено милосердие, а выше милосердие великодушие. И сработало это великодушие посильнее любого греческого огня. До сих пор кого не спроси, кем был вещий, Олег ответит, а, это тот, который щит прибил к воротам. Несколько историков мне сказали, что с тех пор не осталось ни стены городской, ни золотых ворот, которым прибил щит Олег, что все разрушено было турками завоевателями. это неправда. И мы сами отправились на поиски. Нам поставил корабли на колеса, то корабли по полю подошли. Вот тут вот стена была, и вдоль стены по полю. Вот, 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 вот. Да, непопулярное это нынче место. Пришлось пробираться через пустыри, развалины, успокаивать бездомных собак по пути. Я нашел, нашел то самое легендарное место. Вот они, знаменитые ворота имени Константина. Золотые ворота, названные именем Константина, как и весь город Константинополь. Вот они, эти ворота, которым прибил щит вещи Олег. Сюда, к сожалению, теперь даже туристов не водят. Неправильно у нас говорят, будто никто не интересуется сегодня историей. Вы посмотрите на эту запись. Я клянусь нашей истории, что это не мы ее сделали. Олег вещей был, а еще кто-то судя по царапинам другой, пририсовал щит и написал щит Олега. Это здорово. Здорово не то, что царапают на памятниках, нет, но здорово, что простые люди сами интересуются историей и правильно все находят. Итак, все главные дела своей жизни Олег сделал. Пора было возвращаться домой. Должно было новое государство приводить в порядок изнутри, да и дома ждали их давно. не запусками выше то небо не забуду где бы ты не был что небо дно что небо дано чтоб глаза поднимать на него русы поставили на свои корабли подаренные шелковые паруса но вскоре сменили их на родные не шелковые греческие подаренные паруса из поволок красивые как бы теперь сказали гламурные и конечно же крутые но ветер лучше ловит простые родные отечественные возвращение домой оставалось Олегу лишь выполнить обещание данное Рюрику возмужал истинный наследник Игорь должно было передавать власть ему но народ так полюбил вещего правителя что даже на вече далеко не все были согласны с такой передачей власти ведь Игорь еще ничем себя не проявил и думал думал Олег думал думал и как в той волшебной русской сказке придумал самое странное сказание о вещем Олеге это легенда его смерти о том как он умер не очень правдоподобная история мудрый вещий Олег то есть умеющий видеть предвидеть будущее как-то не заметил змею в черепе коня своего своим третьим глазом как-то больше похоже на сказку легенду причем кем-то нарочно придуман оказывается были такие забытые древние легенды и у кельтов и у сербов и у турков и у скандинавов как правителя смертельно укусила змея которая выползла из черепа погибшего ранее коня похоже Олег просто разыграл спектакль дабы власть помимо воли народа зато по закону а главное как обещал перешла к сыну Рюрика я полагаю что конец Олега был разумным концом умудренного опытом и славой государственного деятеля который передавал свою власть человеку который уже сформировался а сам Олег согласно некоторым народным сказаниям после якобы собственной смерти ушел в леса где и стал волхвом и жил долго-долго да и может быть даже живет и по сей день но народ настолько почитал вещего князя что после его смерти на Руси появилось несколько могил Олеговых куда люди приходили поклоняться приносили дары мне кажется наиболее вероятной вот какая версия что Олегова могила находится неподалеку от старой Ладоги этот холм до сих пор называется Олегов холм и косвенное доказательство тому то что и нынче на нем множество змей они как бы оберегают священное место от сегодняшних туристов тем же хочется сделать селфи с Олеговым холмом Вещего Олега нет на памятнике тысячелетия Руси но пришло время поставить ему памятник отдельно и я уверен что цветы у этого памятника всегда будут живые Олег объединил множество разрозненных земель на которых жили разные народы и не только славянские и вот эти объединенные земли стали называться коротко Русь а вскоре появилось и новое слово русский многонациональное понятие а потому не может быть у нас сегодня одной национальной идеей у нас должна быть идея интернациональная с уважением ко всем народам живущим на нашей земле Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Поделитесь этим видео со своими друзьями, делайте репосты в своих социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал вместе. Вместе мы сила. Вместе.